Молить, чтобы они признали Мессии, приняли Христа, чтобы раскаялись в распятии Сына Божия. Последнее благословение, это в Малахии написано, десятину приноси в дом Божий, то есть отдай лично священнику в руки. Люди начинают, да он попку за ты на иномарке. Я говорю, это его дело, ты ответишь за свое. Десятина от 100 рублей, 10 рублей принадлежит священнику. Мы строжайше за это стоим. А люди этого не знают. Вот священная касса, все это должно быть в обречении. У нас нигде этого даже не минуется деньги. А вот я когда обратился к Богу, я с первого дня решил, что десятина мне не идет. Я 9-10, 50 лет и так далее. И с тобой работаю в 90-х принадлежит церкви. И меня Бог провел этим путем, я несравненно богат. Поэтому все время на двух-трех работах работаю государственной. Так, мы сонографируемся, давайте? Давайте. Это раб Божий Вивка. Это наш потерявский учитель, деревня потерявка. Да подождите, сначала я проголубей здесь, чтобы потом там... Да-да. Я спрашиваю, сколько общее количество примерно? Мне надо узнать корм, сколько вы готовите. У меня общее количество... Там... На зиму? В зиму пускаете? В зиму? Я 5 мешков беру. Как? В зиму я оставляю, у меня около 60 штук. Так, ну подождите, я сейчас 5-10. Да, в общем, у меня иногда было так, сейчас около 45, у меня на трех голубей от них. У меня тоже 4 голубей от них. Вот, потом там голубей, там... Вы что, второго священника встречаю, который любит голубей, и держит при том. И в Тобольске отец Олипий, запомните его, удивительный человек. Он иеромонах, но сколько у него разных голубей, как он провозит их, показал сумку, и как заходить, говорит, что проводники не видели. Со справками, он у него отовсюду. Вы знаете, я замаялся, как куда поедут, двух, вот сюда, и прячу их, потом на улицу выхожу в этот, в тамбур, попою их тихаря, с какой-нибудь кружки. А потом опять прихожу, или с руки прям рот открываю, накидаю им пшенички. Я один раз по 5-6 штук провозил. На себя одену их, ну, как положу, сюда-сюда, а потом их в тамбуре раскладываю, где-нибудь, или ящики. А то надо слышать это, и то, это Господь дает такую любовь. Конечно, голубь заниматься, как святается, ну, такое бесполезное занятие-то, но о душе это вдохновение какое. Да, приятное. Я вот утром встал, их поднял для души. Вот нет хозяина, мы стучим во все, нет хозяина. Я говорю, но голуби летают, они не должны были вылететь без хозяина. Ястреб-то не обижает? Обижает. Обижает. Ахаянный обижает. А как вы боретесь с ними? Никак. Я думаю, я просто стараюсь по времени их, они, ну, раз, он в 10 часов пролетает по кругу. Вот у них одно время, вот у коршунов, ястребов, ну, коршун большой не берет, а вот это и соколы берут. Вот здесь сокола есть. А сокола большие? Большие белые. Какие есть все там? Белогрудые. Да вы что, то же самое, ужасные. У него крейсерская скорость, сразу три больше голубины. Да, они прям с лету, прям, вот он летит, и вот даже не свернется, и хлопает. Да слез, само породисто берет, само голубку берет. Говорят, он самых слабых берет. Нет, он самых сильных берет. Потому что слабый раз и упал куда-то в кусты, или вон в картошку, даже вот она раз. А сильный начинает вверх подниматься, и он все равно его... Истинно так. Вы что сделали? Послушайте, интересно, у меня стихотворение, вот в книгах моих, написано 3467 моих стихов, 80 положено на музыку. Это в библиотеке только будет теперь. И вот в одном, однажды было такое дело, вся община знала, как я страдаю, что ястреб бьет голубей. И тогда вы крест сделали большой, из тонких палочек. Два священника было, осветили, водой полили, наши братья полезли, где он откуда залетает, и его там вывесили. Как отрезало. Лет пять он мимо там пролетает, где крест, а за эту линию не может залететь. Да это чё? Да. Это... Вообще, у меня написано. Ну, замеси. Это гвоздь у меня, Пантелеум, познакомься. Это мой сын старший. Он закончил богословский институт. Сергей. А это он, послушник. Они с Москвы, Пантелеум. Мы из Салтайского края. А, Салтайского края. Ну, простите меня. Мы проехали до Москвы. Ну, я понял. А я такое ощущение, вроде в Москве были. Нет, нет, нет. Мы от Байкала до Москвы проехали с миссионерской поездкой везде. В каждой библиотеке оставляем. Это уже больше ста мест, где были. Мы сейчас вот только книги подарили уже на полтора миллиона. Да, это просто замечание. И в прошлом году, позапрошлом. И у меня ничего нет. У меня минимальная пенсия. У меня вообще ничего нет. Но Господь так делает, куда бы я ни приехал, все двери открыты. Вот сейчас был там храм на Берстеневке. Там отец Иегумен Кирилл служит. Ну, мы давно знакомы. Ну, в больнице была. При больнице у него там храм. Хороший храм. Он тоже меня обрек в Сихарь. А я чтец. И пришлось говорить проповедь. Я проповедник. И в книгах моих 1100 проповедей только. Я каждую неделю в разных храмах 4 проповеди. Каждые 25-30 минут. Замечательно. Это просто прекрасно. Это мне было дар от этого. Это в моем доме. Ну, у меня вот сын тоже проповедует. Я его тоже. Он у меня стихаринный. Владыка его, митрополит Тихона, стихарин. А он закончил. Я говорю, ну, раз ты закончил, матушку не нашел. Пока мы все чтецом. И он тоже слово говорит. Когда мы по очереди, раз он, раз я. Ну, так что, вы уж простите, я перебивался. Значит, с сегодняшнего дня, сейчас у нас благополучно будет, в вашей библиотеке будут все книги. Спасибо. И часть этих приглашений мы вам дадим, чтобы люди могли приходить просто через вас, как бы, распространим, что в вашей библиотеке там написано, находятся книги православного проповедника Игнатия Лапкина, которые можете обратить дальше мой телефон и наш сайт, который далее. Я вот, у меня все в корне. Все, пойдемте. Я вот сейчас... А где у вас?